Абдуллах ибн Мас'уд Однако здесь есть определенные условия. Первое условие состоит в том, что вы действительно видите пророка, салаллаху алейхи ва салям. Не просто чувствуете его присутствие, или слышите, как он представляется, я Мухаммад ибн Абдиллах, или слышите какие-то звуки, или видите свет, или ощущаете что-то, или видите нечто в образе ангела, называющее себя пророком, салаллаху алейхи ва салям, или что-то в этом роде. А видите перед собой во сне самого пророка, салаллаху алейхи ва салям. Это первое очень важное условие. Второе важное условие заключается в том, что его внешние черты и физические качества совпадают во всех отношениях с описаниями о нем, приведенными в достоверных источниках. То есть он не может быть выше своего роста, или ниже своего роста, толще или худее, чем он должен быть на самом деле. Его манера общения должна соответствовать тому, как он вел беседу на самом деле. Неторопливо. Вы не можете видеть его без печати пророчества, хатимун-нубуа на его спине. Вы не можете видеть его в запретной одежде, или совершающем какой-то харам, или же не совершающем то, что он обычно совершал, как нам известно из описаний пророка, салаллаху алейхи ва салям. Именно поэтому в одном критически важном хадисе, в хадисе, если я не ошибаюсь, Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, рассказывается, как один человек пришел однажды к Ибн Аббасу и поведал ему, что он видел пророка во сне. Как на это отреагировал Ибн Аббас? Он сказал, опиши мне его. Если ты не сможешь описать его, значит, ты его не видел. Тут критически важно учесть, что каждый, кто заявляет о том, что он видел пророка, салаллаху алейхи ва салям, во сне, должен видеть его физический облик. И все это происходит во сне, а не наяву. В противном случае это просто привидение и не есть нормально. Вы видите его во сне, будучи спящим. Вы четко видите его перед собой. И он соответствует всем приведенным описаниям, о которых мы уже поговорили сегодня. Следующее, что нужно принимать во внимание касательно сновидения, это то, что пророк, салаллаху алейхи ва салям, ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не станет менять законы шариата или же принципы ислама, или призывать к нововведениям, беда, злодеяниям или же запретному, то есть хараму во сне. Как, например, отговаривать вас от совершения молитвы, или разрешать вам поклоняться кому-то помимо Аллаха, просить вас приехать к его могиле, чтобы обратиться к нему с мольбой, или же совершить всякие другие действия, которые, как утверждают люди, их попросил совершить сам пророк, салаллаху алейхи ва салям. Обычно такие люди разделяются на две категории. Одни просто обманывают, а другие даже не знают, как он выглядел. В итоге они описывают шайтана, который появился перед ними и представился пророком, салаллаху алейхи ва салям, хотя и не соответствовал ни его описаниям, ни его характеру в поведении. Нет ничего страшного, если он разъясняет вам вопросы шариата, или даёт вам совет, или говорит вам что-то хорошее, или сообщает вам какую-то благую весть, но поскольку это сон, то он не может служить основанием для выведения правила дозволенным и запретным – халяля и харама, потому что никто, кроме увидевшего сон, не может подтвердить его достоверность. И потому что религия, как нам известно, уже завершена. Одновременно тут следует помнить, что сны не могут служить источником каких-то определенных положений в исламе. Поэтому, скажем, вы действительно увидели пророка, салаллаху алейхи ва салям, во сне, то да, вам лучше последовать его совету, если вы однозначно уверены, что видели именно его, потому что мы следуем примеру пророка, салаллаху алейхи ва салям, как при жизни, так и после его смерти, без всяких сомнений. Но следует быть осторожными, дабы не погубить свою мирскую жизнь, то есть дунью, и жизнь вечную, аль-ахира, поспешив с выводами касательно непонятных вам вопросов. Вам что-то послышалось, или какой-то случайный голос посоветовал вам бросить работу, сбежать и жить как отшельник где-нибудь в горах, при этом вы не видели пророка, салаллаху алейхи ва салям, или не уверены, это был он или не он? Какими будут ваши действия? Нет, игнорировать не нужно. А что нужно сделать? Нужно спросить у знающих людей. Посоветуйтесь с человеком, который знает, как он выглядел, знает его внешние черты. Расскажите ему, мне приснился такой-то человек, и мне показалось, что это был пророк, салаллаху алейхи ва салям. Он велел мне поступить так-то. Что бы вы мне посоветовали? А потом следуйте полученному вами совету, потому что пророк, салаллаху алейхи ва салям, является наставлением, увещевателем и носителем благих вестей. И последнее, что я хотел бы упомянуть, это то, что не стоит слишком полагаться на благие вести. Многие сподвижники видели не просто сны. Они получали благие вести о райской обители еще при жизни пророка, салаллаху алейхи ва салям. Возьмите даже Умара, например. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, «Пусть Умар войдет, и обрадуйте его благой вестью о рае». Хузейфа, да будет доволен им Аллах, был хранителем секретов божьего посланника, салаллаху алейхи ва салям. И у него был поименный список лицемеров общины. Во время халифата Умара, Умар как-то обратился к Хузейфе. «Ради Аллаха, скажи мне, Хузейфа, не назвал ли пророк мое имя среди мунафиков, то есть лицемеров. Вы посмотрите только на степень самокритики Умара». Он сам слышал от пророка, салаллаху алейхи ва салям, Умар в раю, но даже после этого он все еще боится оказаться лицемером. Поэтому не стоит обольщаться благими вестями. Многие шейхи и известные ученые видели знамения, описывавшие, как они входят в рай. Мы слышали предания о шейхе Аль-Альбани, да смилуются над ним Аллах, шейхе Ибн Бази, да смилуются над ним Аллах, и шейхе Ибн Усейми, да смилуются над ним Аллах. Но в чем заключается особенная черта всех ученых, которые видели себя во сне, входящими в рай, или которым приснился пророк, салаллаху алейхи ва салям, увещевавший, что они войдут в рай? Никто из них не считает это сновидение достоверным. Ваши действия будут судить по тому, как вы закончите их. Таким образом, мы не полагаемся на радостные вести, которые нам приснились. Хотя мы учитываем предостережение страшных снов. Нет ничего плохого в том, что вы испытываете радость от благого сна. Говорите, альхамдулиллах, субханаллах, этот сон поднял мне настроение. Какая невероятная возможность увидеть пророка, салаллаху алейхи ва салям. Почему нет? Главное, чтобы это не привело вас к такой твердой уверенности, что вы совсем перестали действовать. То же самое и с тем, кто полагается на предопределение судьбы, и говорит, я смогу добиться лишь того, что Аллах даровал мне. Но Аллах облегчит ваши усилия согласно тому, для чего вы были созданы. То есть, если вы будете прилагать усилия и всячески стремиться, то Аллах облегчит ваш путь в рай. Но если вы будете бездельничать и полагаться на сон или же предопределение судьбы, то есть кадр, то Аллах, субханаллах, облегчит вам путь к обитателям огненной гиены. Я думаю, мы разобрали все основные моменты, которые нам стоило учесть. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, говорит, согласно одному хадису, придет время, когда люди будут готовы расстаться со своим имуществом и семьей, просто ради того, чтобы мельком увидеть меня. И, субханаллах, тут есть два предания. В одном, где сподвижник говорит, когда вы, то есть сподвижники, будете готовы расстаться со своим имуществом и семьей, просто ради того, чтобы увидеть меня. И другое предание, в котором пророк, салаллаху алейхи вассалям, восхищается наградой человека, он упоминает награду, после чего говорит, эта награда уготована для людей, которые будут жить во времена, когда они не смогут увидеть меня, но некоторые будут готовы отдать своё имущество и семью, чтобы увидеть меня. А что значит отдать имущество и семью? Это значит поступить так, как мы и сделали сегодня, с дозволения Всевышнего Аллаха. И мы просим Аллаха принять от нас именно так. Когда мы собрались и одновременно отдали своё свободное время, время с семьёй, мы пожертвовали средствами, да и всем, чем бы мы ни пожертвовали, просто чтобы услышать о том, как выглядел посланник Аллаха. Следовательно, чем больше вы будете изучать хадисы, чем больше вы будете изучать сунну, чем больше вы будете их слушать, действовать согласно им, воплощать их в жизнь, тем ближе вы будете к награде. Награде того, кто готов пожертвовать своим имуществом и семьёй, просто чтобы мельком увидеть меня. Эта награда уготована учёным хадисов, без всякого малейшего сомнения. А также всем тем, кто следует их методологии, за то, что они жертвуют семейным временем, своими ресурсами, стараются и делают всё, что в их силах, просто чтобы услышать описание пророка, салаллаху алейхи вассалям. Он также обратился к сподвижникам и сказал, что придёт время, когда кто-то из вас, то есть из сподвижников, будет готов расстаться со своим имуществом и семьёй, просто ради того, чтобы увидеть меня. В то время они все находились рядом, собравшись вокруг него, и он говорил им, «Учитесь у меня, будьте рядом, проводите как можно больше времени рядом со мной». В этом и есть смысл хадиса, потому что настанет время, когда кто-то из вас пожелает и будет готов расстаться со своим имуществом и своей семьёй, просто чтобы увидеть меня мельком. Он так и сказал. В одном рассказе приводится история об одном юноше, который как-то обратился к учёному и спросил его, «Как мне увидеть посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, во сне?», то есть как, каким методом, что для этого нужно сделать, чтобы увидеть пророка, салаллаху алейхи вассалям, во сне? Тогда учёный спросил его, «А ты любишь пророка, салаллаху алейхи вассалям?», на что тот ответил, «Да». Учёный спросил, «А ты когда-нибудь уже пытался увидеть его во сне?», то есть ты когда-нибудь в жизни мечтал увидеть его?», на что тот ответил, «Я пытался много раз, я всегда мечтал увидеть его. Я для этого и пришёл к вам, чтобы спросить, как мне увидеть пророка, салаллаху алейхи вассалям, во сне?». Тогда учёный попросил принести ему блюда с фруктами. В те времена это были ягоды, виноград, вишни, манго, всё это было невероятной роскошью для людей в пустыне. И вот шейху принесли блюда с разными фруктами. Поставив его перед юношей, он спросил, «Что ты видишь в этом блюде?», на что тот ответил, «Машаллах, я вижу изобилие фруктов». Тогда шейх сказал, «Только ты не можешь притронуться к ним, то есть не тяни руку и даже не пытайся взять ничего с блюда. Просто сиди, любуйся и не трогай». Юноша посидел, посмотрел, после чего учёный сказал ему, «А теперь иди домой и приходи завтра. Я расскажу тебе, как увидеть пророка, салаллаху алейхи вассалям, во сне». Юноша ушёл домой и возвращается на следующий день. Учёный спрашивает, «Ну, рассказывай, что тебе приснилось?». Юноша отвечает, «Валлах, мне приснилось манго, вишни, виноград. Я видел, как я просто купался в винограде». На что шейх говорит, «Вот видишь, когда ты любишь что-то, ты увидишь его». На самом же деле, ты ещё не обрёл той степени любви к пророку, салаллаху алейхи вассалям, чтобы увидеть его. Поскольку, если бы ты действительно любил его, и душа твоя томилась от нетерпения увидеть его в раю, салаллаху алейхи вассалям, если ты уже не можешь ждать, чтобы поскорее обнять его, салаллаху алейхи вассалям, поговорить с ним, если ты не испытываешь всех этих чувств по отношению к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, то ты и не увидишь его во сне. Будь то во сне или наяву, ты не увидишь его, салаллаху алейхи вассалям. Дорогие братья и сестры, всех, кто еще не стал членом команды Миссия Дава, и кто искренне желает присоединиться и поучаствовать в нашем Даавате, мы приглашаем стать активным спонсором канала. Пусть слово «спонсор» не вызывает у вас ассоциаций с роскошью и излишним достатком владельцев канала. Абсолютно все спонсорские взносы, как и скромные поступления от рекламы, идут на создание качественного достоверного контента и своевременное освещение актуальных вопросов, касающихся нашей умы. Чаще мы сами покрываем часть расходов, что мешает нам выпускать новые циклы и авторские проекты. Мы обращаемся к вам с просьбой не забывать в наших дуа всех, кто поддерживает работу канала Миссия Дава своим скромным вкладом или даже добрым словом в комментариях. Пусть Аллах приумножит ваши благие деяния и ваш удел в этом мире и в мире вечном. Аминь. 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 Продолжение следует...